всем доброе утро как вы знаете москве испортилась погода из-за этого хочется целыми днями спать ну или хотя бы лежать чем я и занимаюсь пока что лежу отдыхать на самом деле я люблю дождь за окном наверное за такого состояния когда постоянно хочется спать но мне тут пришла доставка и я даже еще и не разбирала просто приняла и предлагаю разобрать я кстати в инстаграме веду трансляции нашей обычной жизни смысле выставляю всякие кукинги мини-кукинги и получаются такие крутые картинки что я даже сама в шоке а доставка мне сегодня пришла от бренда skin suticles они прислали увлажняющий и успокаивающий спрей для лица с растительными экстрактами это новинка и я еще не пробовала все выглядит очень симпатично прислали вот в такой сумке я вообще думала что это шоппер но это самая настоящая сумка такого приятного цвета и сама сыворотка спрей мне кажется что я настолько сонная что я не могу нормально открыть эту коробку но все-таки для меня дошло как это делается на стене выдумываю нужно всего лишь сделать вот так и мы видим что здесь написано успокаивающий спрей для лица с растительными экстрактами интенсивно увлажняет делает он кожи более однородным увлажняет даже при нанесении на макияж то есть это круто что им можно пользоваться сверху макияжа вау невысомый спрей и сам спрей вау выглядит сногсшибательно так как эта новинка я еще таким не пользовалась обязательно попробую и как-нибудь расскажу вам когда буду рассказывать о своем уходе обожаю всякие новинки и это еще не все что прислал мне бренд прямо кстати они также прислали мне перекус из кафе лаудери посмотрим что там внутри это вкуснячина я решила успаковывать на кровати я дома одна могу себе позволить кажется это торт перед тем как есть я конечно же выложу все на тарелку чтобы все было симпатично здесь также прислали стаканчик с чаем чтобы он не разлился и чтобы был горячий тогда когда мне надо вау также какое-то пирожное и что-то ищу и я свои слова на ветер не бросаю поэтому ставлю вас открываю и ставлю на полку также еще хотела поделиться с вами тем что мне раз в неделю точно передает бабушка так выглядят наши передачки это все привезено с дачи выращено у нас на даче это слива супер вкусная это сушеные яблоки те кто смотрит мои видео давно наверняка помнят что я по ним тащусь кстати эти яблоки это вот эти яблоки только это свежие посмотрите какие большие у нас уже выросли на яблони это голубика я на самом деле с легкостью за день могу съесть такое ведерко огурцы первый раз у нас по моим на даче такие большие огурцы по крайней мере я таких больших не помню и там еще каких-то два помидорчика о боже самое интересное что все это начинает цениться только спустя какие-то года потому что когда я была помладше бабушка привозила подобное нам домой мы часто не ели и как-то говорили фида непонятно что но сейчас за это я готова душу продать я езжу специально к родителям домой чтобы ей было недалеко это возить и забираю практически все не оставляя ничего родителям и здесь это все отличненько уплетаю так что для тех кто помочь хочу сказать что цените своих бабушек и дедушек не обижайте их обязательно кушайте все что они выращивают привозят потому что для них это очень ценно и Вчера вечером Костя сделал мне сюрприз. Я грустная вышла, потому что он поздно вернулся домой, спросила, кушал ли он, даже не обратив внимания, на стол. А на столе ждал меня такой красивой букет лилии. Так еще и он потом подарок мне достал, сказал, это еще не все, и подарил кое-что из моего одного любимого магазина. И сейчас мы с ним вернулись с долгой прогулки. Прошли аж 25 тысяч шагов. По центру гуляли, потому что очень хорошая погода. И зашли в магазин, купили кое-что из продуктов для того, чтобы приготовить ужин. И я подумала, что вам будет интересно, как мы проводим свои такие уютные вечера. Покажу, что мы купили в магазине. Удивительно, но очень сложно было найти баклажаны. Мы, когда гуляли сегодня по центру, вспоминали места, в которых обычно кушали. И почему-то в них нам больше всего нравились блюда с баклажаном. И было решено не зайти туда, а приготовить дома. Мы искали баклажаны, которые еле нашли. Батон. Ой, это не батон. Пагет. Взяли куриный шницель. Кстати, он очень симпатично выглядит. Вот такой творожный сыр. Сметану. Обычный твердый сыр. Напитки. Покрепче. Слава Бакару. Два творога, из которых я потом сделаю или запеканку, или сырники. Но это уже утру, то есть завтра. Крахмал, потому что в нем мы будем делать баклажаны. И майонез. А еще для тех, кто подписан на мой инстаграм, я как-то показывала, что мне очень понравилась вот эта вода. И я взяла таких аж пять банок. А еще для тех, кто подписан на мой инстаграм. Ну да, в общем, бакарь из меня так всегда, потому что мы поели, а я ничего не знала. Субтитры создавал DimaTorzok Вчера Костя выдал интересную мыслью. Думаю, что те, кто встречается с корейцами, могут иногда такое услышать. Он мне сказал, если это не срочно, но ты бы могла как-нибудь приготовить что-нибудь корейское? Корейская кухня для меня это новая, несмотря на то, что я умею что-то готовить. Но я не так хороша, как, наверное, те, кто это с самого начала. Я хороша в русской кухне, это как бы понятно. У меня еще после Кореи, после того, как мы вернулись, вообще отшибло из головы. Вышибло, что я готовила корейское. Хотя там периодически мы ели какие-то корейские блюда. Кореусаран вроде это называется. Это блюдо русских корейцев. Под руководством Кости я это, конечно, все делала. Но сейчас, как я уже упомянула, я все забыла. И даже как варить суп я не помню. Кстати, в дом я вообще не покупала никакие продукты корейские, поэтому сегодня съездила в один магазин корейских продуктов и купила базу, так скажем. Корейская база выглядит так. Твиндян, самдян, качудян. Идеальное произношение. В общем, вот эти три пасты на самом деле, как мне кажется, основа основ корейских вкусов. Вот эту пасту твиндян добавляют обычно к супу. Не то, что даже к супу, это как одно из составляющих бульона. То есть вы варите мясной бульон или овощной бульон и добавляете эту пасту. Я бы сравнила ее как с нисо пастой японской. Даже чем-то немного похоже, но у нее довольно-таки специфический вкус. Некоторые не любят эти корейские супы именно с этой пастой, но это все на любителях. Это был твиндян. Это самдян. Это вот такая вот паста, обычно в зеленой упаковке. В Корее, кстати, все выглядят так же. Вот эту фирму мы покупали. Я ее купила аж две штуки, но не нашла. Это пришлось взять какой-то очень хорош к овощам. То есть если вы просто нарежете овощи и будете как бы макать любые с морковкой, очень вкусно с огурцами. Можно перец болгарский. Корейцы любят перец такой, который острый, но он бывает острый, не острый, зеленый перец. Вторая основ основ. Я уже во всю готовлю бульон на говяжьем мясе. И кочудян, самая легкозапоминающаяся, кочу по-корейски означает перец. Она тоже всегда в красных таких штуках. В самой Корее, да и, наверное, русские корейцы закупают это все огромными бадьями, не такую маленькую. Но я пока что решила одинаковые размеры. Это у нас по 500, по-моему, грамм. Это острая перечная паста. Если хотите вдруг и начинайте изучение корейской кухни, давайте изучать вместе. Потому что у меня все начинается сначала. Буду периодически какие-то, наверное, рецепты показывать. Вот. И сейчас готовлю твинджан кук. Вот. Корея! Твинджан кук это обычный суп на основе той самой пасты твинджан. Что я делаю для него? Да все на самом деле просто. Варю бульон. Сейчас буду снимать вот эту вот мясную противную первую пенку. И, блин, забрала вот эту кастрюлю у бабушки. Понравился мне просто зеленый цвет. Но подумала, ну ладно, выглядит Советский Союз. Ничего страшного. Хотя мы купили одну кастрюлю, и ее наша индукционная плита просто не видела. Поэтому пришлось ее сдать обратно. Но советская кастрюля работает. В общем, было очень необычно увидеть в Икее такие же кастрюли, что они сейчас, видать, и в моде. Так что, товарищи, такая кастрюля, это очень-очень модно. Буду снимать пенку. Закрыла суп крышкой, чтобы он томился. Вообще нету цели сделать бульон прозрачный. Поэтому можно и на большом огне делать. Потому что мы все равно будем потом добавлять пасту. Так, и еще, кстати, что я купила. И я думаю, что это тоже штука, которая может придать блюдам корейского вкуса. Это обычное кунжутное масло. Помните, я сказала, что у этой пасты не самый вкусный запах? Но вид у нее тоже, как бы, такой себе. Музыка 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 Ну и, конечно, классика. К корейскому супу это рис. Мы едим вот такой обычный рис. На самом деле, это самые обыкновенные Ошановской фирмы рис. И Костя вчера сделал ему очень много комплиментов, сказав, что он такой любит. Потому что в Корее рис отличается. И я, допустим, фанатка корейского риса. Но этот более кашеобразный. Хотя, все зависит от того, как вы его приготовите. Мы уже съели попа. Ничего себе. Много мы риса едим. В общем, самое главное, на самом деле, это хорошо промыть рис. Вообще, Костяна мама рассказывала мне, что нужно промывать рис в 8 водах. Но я, если честно, промываю, наверное, в 3. Но надеюсь, что от этого хуже не становится. И когда вы его промываете, то из него выходит крахмал, по-моему, которым его или что-то там. Но, в общем, нужно промывать, товарищи. Вы ее смываете. Ну, вы ее сливаете. Наливаете новую воду. Снова немножко жмыхаете. Делаете вот так. Снова сливаете. И еще так пару раз. Когда вода становится более-менее прозрачной, то вы стараетесь слить ее по максимуму. И уже добавляете воду для варки. Добавляла рис, как символично, в корейскую кружку. Тут получилось чуть больше половины кружки. Воды я добавлю ровно к кружку. Так рис получится не кашеобразный. Но мне кажется, к супу должен он быть чуть-чуть... Кранч, не кранч. Рис не должен быть кранч. Он просто будет сварен идеален. Идеально? Идеален. И теперь нужно будет поставить его на огонь. Дождаться, чтобы вода вскипела. После поставить на совсем тихий огонь. И дождаться, чтобы рис впитал всю воду. Вообще, это все приходит с годами, с умением. Допустим, как у меня с блинами. И с настроением тоже, кстати. Потому что совсем недавно я вылила целый таз блинов. Теста блинного. Потому что у меня не было настроения печь. Надеюсь, с рисом такое не случится. Прошло одно количество времени. И пришел Костя. И сейчас он будет пробовать суп корейский. Я тебя налила прям до краев. Блин. Какой это суп именно? Объясните. Я забываю название. Это Двинджан Куб. Это Пук-Тяй. Что? У корейца российские называются Пук-Тяй. Товарищи, называем Двинджан Куб. Пук-Тяй звучит не очень. Сейчас Костя будет пробовать. Все корейцы знают, что такое Пук-Тяй. На камеру только? Мне нужна соль. Мало там Пук-Тяя и Пука. Достаточно вообще доброго. У меня немного проблемы с подсолкой. Да нет, мне вообще никто не касается. Или у меня чувствительность подсолки. Ну, это хотя бы похоже на корейский соль? Похоже больше на Пук-Тяй, чем на Твинджан Куб. Пускай это будет Пук-Тяй. И рис Арес как сварен. Отлично. Так что, товарищи, готовим. Не стесняемся. Покупаем эти пасты. Это стоило мне многого. Как ты забыла? Ты меня каждый день готовила. Ну, там другие ингредиенты. Не того, Дроссель. Не, записываем тоже. Маму на то, что только. Вау, это первый. То есть, так, меняем все. Пук-Тяй, все-таки Пук-Тяй. В общем, да. Видимо, в Корее получается Твинджан Куб, а в России Пук-Тяй.